не ну понятно разница это уже масштабная война убийство геноцид и так далее это вообще на поверхности лежит но я вам такую мысль скажу что это свое соображение вы знаете она же не проходила это изоляция моменты австралийского саммита и так далее гораздо раньше из после 14 года он уже окончательно в принципе стал сгоем но как бы отношения с ним вымучены вот очевидно вымучены оно еще и с 2007 с его мюнхенской речи началось ветерок вот этот полетел что вообще ну видно что он типа понятно какой боялись себе признаться европа она тоже несет моральную ответственность определенную потому что ну раньше бы начали может глядишь на 15 лет можно было много вещей предотвратить гибель людей войны есть слушать хоть кому-то прислушивались из людей когда мы все это рассказывали я посещал все бесконечные этажи власти в европе и в америке и мы утверждаем что война все и закончится единицы только кто прислушиваться но бог бы даже не про это понимаете какая штука даже вот например возьмем прошлогоднюю встречу 16 июня в женеве с байденом ну конечно это вымученная была встреча вынужденная вот знаете они же уговаривали его не начинать войну понимая что он все равно начнет видимо где-то к осени относится его окончательное решение в связи со второй перетислокацией я имею ввиду 21 года прошло и они всю эту коммуникацию и для себя правда тем ну да мы с ним общаемся вот мерки а как же я говорит должна была а что же и северный поток я пытался войну предотвратить понимаете то есть каждый из них европейский европейский в основном политиков ищет оправдание что я предпринимал усилия не просто там для того чтобы просто пополнить бюджет немецкий или еще что-то а я вот же как бы пытался его втянуть в нашу орбиту вот отношений западным миром как это хорошо вот ты все такое и не надо воевать то есть это либо иллюзия такая которая больше похожа на самообман либо это вот ну сознательное такое я бы сказал ну самокоррумпирование вот как назвать шрёдер вот его явление называется шридеризация но ведь эти люди и заинтересованными местами были но вот шрёдер чтобы никуда не спрячься какой вы ящик его положите но было 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 и поэтому европа до известной степени но европа америка отчасти пожинает плоды своего этого весьма поверхностного отношения к путину путин надо было сразу раскусить что был очень важный критерий он выходец из российских спецслужб из советских спецслужб из кгб все на этом можно вот так вот ставить крест ну нам возразят скажут да там они все откуда я понимаю но когда ельцин это алкоголик его этого привел товарища а выбиралась трех он вы знаете он играл все и все выходцы из спецслужб есть выгодно это было и примаков и значит степашин из кого он выбрал и вот этот третий маленький понимаете и выбрал он самого гнилого понимаете потому что если первые двое были бы еще как-то так сяк может быть еще все равно конечно к тому привело но может какие-то вариант хотя бы выбрал самого поганин понимаете самого ничтожного такого которого от него ничего другого не надо было ждать а вот такого балансирована на грани термоядерной войны поэтому с этой точки зрения я считаю что на пути не поставили крест вымучено долго они на него крест поставили они не только с ним не хотят разговаривать они я думаю и как в общем некоторые когда знаете как у марио пьюза мы горит держим низко ухо к земле поговаривают что убеждают убеждают путина как-то задвинуть убрать что с ним мы как-то разговаривать не хотим что до двадцать четвертого года лучше в двадцать третьем лучше как поменять мягко его договорившись с ним так сказать обеспечив ему гарантии запад готов дать ему гарантии иммунитета насколько я понимаю об этом идет разговор что мы вытерпим так сказать жить ему может кто его знает сколько но во всяком случае но только не с ним никак вот вот с ним не договоримся ничего не будет и знаете вопрос к элитам к их страху к их желаниям к их готовности готовы ли они те кто принимает решение в нынешней россии ну это естественно клубянка примет фсб коллеги фсб вот главный орган если они решатся на подобный так сказать трюк то конечно это прекратит войну но не изменит россию вот о чем речь путин все-таки несмотря на то что он обладает эксклюзивной ролью в этой системе он ее фактически перевоссоздатель где ядром политической системы является спецслужба важным здесь элементом является и то что он часть коллективного механизма то есть заменяемого в принципе заменяемого я не исключаю что вот когда мы говорим переговоры переговоры склоняются консультации возможно речь идет с разными конфидентами именно об этом что с Володей нет нет Вова пусть как бы нет пас давайте кого-то там хотите там патрушев шматрушев там сынок его там хоть внучок хоть правнучка какая разница но только не с этим и это демонстрируется путин зная это поэтому сознательно не поехал потому что но его бы конечно бы опустили я уверен что масштаб был бы не такой как с лавровым был бы гораздо круче это было бы заготовки были ну лавров с него чё ну сфотографировались не сфотографировались без разницы а путина бы опустили бы конечно единственное возможности для себя допускал поездки если бы с ним в переговоры вступил лично байден байден отказался отказался публично это не какая-то там тайна плешенеля при том что понимаете он же ведь отказался не только потому что не хотел с путиным разговаривать и не о чем ну как с учетом общей позиции с украины и западными союзами но встречался с си цзиньпин а это важнее и нельзя было бегать туда-сюда зигзагами выбор сделан окончательно с пекином они решают судьбу москову знаете они с путином путин больше нечего решать если пекин дал какие-то гарантии чего я не исключаю не исключаю что ну ладно мы уладим то тогда в вашингтоне гораздо комфортнее иметь дело с пекином пекин предсказуем они что заявили они сказали мы можем соперничать конкурировать но не воевать наши отношения не военный конфликт и тот и другой да 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 конечно дальше ядерная война неприемлемая это вообще не средства не только риторика обращение к нему вообще немыслимо даже допустить использовать тем более в качестве средств шантажа это кому направлен к адреса путин и далее так сказать весьма пространная вещь про то что все можно решить можно обо всем договориться хоть тайвань хоть торговое соглашение обо всем можно договориться если у власти стоят не вот чудо-юдо как этот товарищ вот и все так что здесь надо на весах взвешивать посматривать кто куда я слышала за это время много версий мирного плана которые должны были положить на стол путину и головей нам рассказывал единственное что марк мне кажется я могу предположить хотя мы в перспективе посмотрим что сегодняшний обстрел это тоже отчасти ответ ответ что кремль как вы только что сказали он не договороспособен по крайней мере это путин а позвольте я вас прошу у нас с вами было много знаковых разговоров и один из них это был по горячим следам освобождение харьковской области и мы тогда с вами говорили точнее вы говорили о том насколько путин не зеленский вот во всех смыслах потому что зеленский сразу же поехал конечно на освобожденной территории и сейчас несмотря на то что херсон как говорят в россии это россия это российская территория украина стала настолько крутой что мы теперь захватываем российские территории там появился президент украины владимир зеленский буквально вчера и конечно больше всего российская пропаганда горела даже не из-за отступления а из-за того что не ударили не нанесли удар потому что там как раз находился лидер нашего государства тут марк снова вопрос с военными наверное какими-то последствиями разберутся военные эксперты я хочу о политических спросить пошли от территории которая была от части сейчас сакральная какие последствия потери херсона смотрите я короткую реплику дам относительно зеленский не путин но это очевидно это уже много раз видели зеленский все время на передовой сушительный режим был севердонецкий который вот-вот должен был пасть ну да отведены были войска естественно уступлен был и севердонецк лисичанск но он там был так же как он не мог не приехать херсон очевидно совершенно по многим причинам должен как-то воодушевить был показать что вот мы добились его воткнуть флаг с этой точки зрения его приезд очень логично а кто-нибудь вообще-то когда-нибудь на ревизионном расстоянии увидел хоть от какого-то опасного объекта я уж не говорю там трансформаторные будки куда может поссать который носит его анализы просить просто марк вот он видел его рядом но на этом все у них это мощнее вещь чем ядерный с кнопкой не так не пренебрежите не отзываетесь важный анализ вот ручной поэтому нет на самом деле он во первых очень труслив который всего сам боится то есть это не то что его фсо его охрана нет он боится он боится всего любой угрозы это очевидно передовой он никогда не поедет это невозможно вы видите он встречается что переодетыми все время фсо он же не встречается с людьми у него контакты нет коммуникации потому что они же как вот там заразят чем-нибудь намажут себя там каким-нибудь раствором и его да нет но есть и другая еще страна медаль его видит только круг своих избранных людей там своя протокольная съемка ну все как вот он вы представите вот увидеть его зеленского какой бы он ни был там актер в прошлом там может он не гигантского роста но человек такой как он есть живой и увидеть путина маленький сморщенный такой в полудеменции смотря как моторикой рук это что вот солдатам показать вот его они скажут это мы за это вот вот все вот это вот воюем это мы подыхаем в окопах вот за это так что здесь не только опасность в том смысле что как бы его щелкнуть могут а еще и то что он больше никогда не произведет впечатления вы знаете кто еще один избегал всегда появление на пункте особенно передовой знаете кто его еще он ни разу не был ни на одной передовой он не приблизился не на километрах ревизионного расстояния но если читать когда к москве немцы подошли он оставался действительно там в ряде бункеров под кремлем в кремле и так далее у сталина была сухая рука он был низенького роста рябой человек мягко говоря ну так себе с такими желтыми усами уже он постоянно курил трубку и от этого от герцоговины флора у него значит остатки на усах все время были этих крупинок этого табака он никогда не был вот человек который мог производить впечатление внешне а во время войны вот такой период когда очень важно чтобы эта харизма плескала через вот эту границу между охраной и человеком в толпу вот зеленский мы видели это есть это есть точно может быть он моложе там все таки почитай на четверть века даже побольше может еще какие причины но явно у зеленского есть а у путина уже если кто-то пытался вымучить из него это оказалось что нет ничего он пустой вы скажете докажи а пожалуйста вот смотрите они оставили херсон передислоцировали войска на левый берег он даже не прокомментировал как сказал песков он сказал все вопросы к министерству обороны это вот шойга это не мы но вот на какого дебила это рассчитано наверное российский народ если он продолжает все это терпеть там тоже ропот идет мы это все считываем все это понятно все это в пабликах это не скроешь что тайны полишинели что так все известно но как можно не сделать дважды два не сопоставить то есть человек отказывается комментировать ну как вот это самая потерю русских как они считают земель припоспоснение через фейковые референдумы херсона русский город полусакральный как вы сказали а вот это говорит о том что он во всех своих отношениях не зеленский а вот а в остальном я могу сказать что изменится вы сказали после после херсона назовем это так ну во первых изменится уже атмосфера войны потому что знаете как но после отвода из киева это можно было куда угодно доброй воли помните как они говорили нет такой рудской зам герасимова на переговоры это вот доброй воли вот решили поддержать переговоры тем что от киева сумм и чернигов а твой окей ладно под харьковская операция начать сентября значит и они значит заявляют что это перегруппировка ну понятно что это никакая не перегруппировка их погнали они побежали все там ясно но они находили для себя оправдание знаете как один раз случайность второй раз значит закономерность третья уже система так и тут представить себе что после херсона вдруг они там пойдут возьмут бах вот как они сейчас там в пабликах заявляют пропаганда захватят значит там пойдут краматор славянска всю донецкую область и так мы вернемся с другого боку там туда обратно херсон уже с континентальной но правой части берега это я не могу этого сказать так не бывает тем более что ничто об этом не свидетельствует ракеты у них да вот выстрелить есть сейчас еще видимо но вот добиться несмотря даже на мобилизацию успеха военного на театре они уже не могут а вот почему-то под украиной вот ввиду вот всего что происходит есть предположение что у нее шанс такой есть гораздо более серьезный нежели у москвы вот в такое я верю как то больше и разные события больше об этом свидетельствует понимаете больше об этом здесь вот таких безумных вот они сейчас павловку расскажут про это по павловку павловку и все то есть они уступили значит приизрядный кусок правого берега а тут по поводу павловки устраивают устраивает сальтморталь крутится отвертится там рассказывает какое-то страшное твое подконашенко сегодня посмотрите поэтому с этой точки зрения я все-таки больше склонен думать что тенденцию не изменить и не только я есть военные эксперты которые гораздо более авторитетнее чем я я на их не претендую вот бен ходжи сказал что в январе мариуполь и как-то вы знаете он у меня даже в программе говорил о том что где оккупируют вот правый берег он называют в америке западный берег не про но так оно и произошло даже чуть быстрее почему же мне не поверить что мариуполь или тот же мелитополь не будут де оккупированы в эти же сроки январь там в этом же районе охотно в это верю кстати почему нет я бы только добавила что там киселев сейчас говорит укрепляемся на левом берегу наверное укрепляется как раз да 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 друзья не забывайте подписываться на youtube канал курбанова life и конечно лайк нам поставьте пожалуйста с марком фегиным марк но честно говоря мы же с вами не представители российской пропаганды и надо признать что все-таки российская армия в херсоне нанесла действительно сокрушающий удар по украине по нам по украинцам и я не знаю как долго и как именно мы сможем воспрять и исправить эту ситуацию потому что такого мы не ожидали енот я сразу так и подумал что вы за енотика украденный енот как символ который переплюнул чайник без подставки марк до коле хочется спросить они будут так с нами поступать так жестоко еноты они же такие существа он хоть и из грызунов но он же очень симпатичный очень обаятельно все грызет правда я как-то увидел одного чувака он держал енота но и дом был в москве маленький енотик бывает здоровый ну что я хочу сказать енот стал же мем мы живем в веки который он же все ну как сказать делает малозначимое значимым казалось бы енот но ведь в еноте же через него отражается все отношения потому что ну как украина-то енот который перегрызет горло вот судить не так поэтому здесь для иронических выводов всегда находится место вы знаете как но вот там же его этот зубков украл я вот помню про эту зубков ой что только не говорили да какой хорошенький остался в крыму да он заблуждался насчет значит крынаш он же был такой парк у него какой-то зоопарк тайган шмейган ну а и вот рассказывает страшные истории что он с аксёном у него терки там и так далее что вот он уже разочаровался в общем нет падеж ты вот смотрите и поехал в кирсона оккупированные еще и забрал этого енота зачем ты это сделал у меня хорошо бывший украинский гражданин сейчас он российский гражданин парчок какие-то все рассказывали что у него там дела на его но нет же поехал и украл енотика а зачем он украл енотика ведь енотику было хорошо там дома пришли бы украинские войска восстановили бы власть украинскую еноту с украинцами было бы хорошо это же дома но я хочу сказать что они же воровали все что там енот там же живое место не оставишь все вынесли все вынесли зерно вывезли значит цвет мед вывезли какие-то там из музея все вывезли но варьё же мы чем вор все воры все до единого а потом начинает говорит как это вот резолюции генеральной ассамблеи механизм компенсации украины за что у нас отнимать что будут будут все ваши заберут все чтобы у вас станет украинским вот и все марк позвольте уже прежде чем я буду вас отпускать то что у вас сегодня очень большие планы я прежде всего конечно вас поздравляю вы близки к двум миллионам на своем ютеб канале марк фигин поэтому я желаю чтобы вы как можно быстрее эту цифру преодолели что с вами происходит как с правозащитником когда вы слышите предложение от соловьёва вернуть в российскую федерацию смертную касть я думаю что это многим из россии важные интересные перспективы и откуда такие болезненные идеи убивать я так сказала они они вернут смертную касть можете не сомневаться в том что сейчас у них нет практически никаких сдерживающих для этого факторов поскольку свое время именно членство совета в европе не предполагала возможность сохранения смертной казни есть такая шестая статья моратория на смертную казнь она может сохраняться в уголовном кодексе в особенной части вот в санкции статей понятие диспозиция санкции описание за что санкции мера наказали она сохраняется как высшая мера но там везде в скобочках вот любой кто кодекс откроет написано что на нее распространяется моратория по шестой статье и она не применяется отсутствует право применения сама она не запрещена она под моратория на право применения они конечно ведут смертную казнь это для них конечно средство устрашения она им необходимо вот прежде всего с этой точки зрения славев это же дебил ему рассказали он озвучивает просто методичку он таскать чмо поэтому с этой точки зрения что сказал соловьё что любой другой скажет этой роли не играет они действительно реально хотят вести смертную казнь потому что только так они видят возможность сохранения контроля над обществом при том что еще раз повторяю большинство может быть и ватное вот тут важно понимание не все да понимают но она настолько из дергана настолько но обманута своих ожиданиях настолько но обескровленной и мобилизации всем остальным что оставаясь даже империалистами они могут вообще этих соловьёвых знаете как на одну наступил другую дернул ногу поэтому не поздоровится никому потому что главное чего они боятся это война всех против всех потому что не уцелеет никто и правых и виноватых там без разбору начнут в этом есть особенность именно русского существа бунта и русского возмущения но именно в том что никто не понимает ради чего и зачем по факту в сухом остатке все проигравшие но это обреченность власть сама обрекла именно такой ход событий и ощущение что можно как хеджировать риски посредством введения все более карательных жестоких мер тоже вы знаете как они увеличили даже за эти там почти девять месяцев ну там восемь с половиной пока идет война уголовный кодекс столько новых стать 207.3 фейки абар не то да все значит ужесточили статьи вот меня он иноагентом сделал сейчас я на грани возбуждения дел за то что я эту не ставлю плашку так но я им там написал даже вот ваши это идите туда-то русский корабль это самое невинное что я им написал самое то есть там такая вообще я им отправил в этот роскомнадзор вот я надеюсь они на стенку повесить поэтому они ужесточают и они дойдут до смертной казни не то чтобы она сразу станет иметь широкое право времени но она будет висеть она и в беларуси есть смертной казни поэтому подобное к подобным они тоже не сильно часто применяют ну счет идет может на единицу может на десяток людей в год но сама по себе наличие смертной казни это устрашающий инструмент которым они пытаются заслониться от возможных от возможных вся разного рода перемен настроений дезертиров армии и всего остального им это надо чтобы вот это подавление оно приобрело еще институциональный характер а смертной казни но с другой стороны если так вдуматься а вот кувалды по черепу это что это у них куда я только хотел это это то что сейчас надо ли им в принципе если они любому человеку могут подойти и кувалды дать по голове ничего не будет а здорово как отлично маяки уря 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 вот это вот ну и чё и какая им разница есть там у них смертная казни нет они кладут людей десятками тысяч понимаете поэтому тут не нужно прятаться ой вот если ведут смертную казнь то это вообще все а чё все а сейчас чё а сейчас то чё что сейчас по-другому что поэтому с этой тюрьмы посмотреть там люди умирать чаще чем чихают поэтому с этой точки зрения понимаете все как-то драматизирует вот именно одномоментно акт вот снятие моратория и право применения ограничение на право применения они это сделать но тем лучше тогда их будет проще расстреливать понимаете мы придем сразу же сами вернули ну погодите но вот же ваша закон вот я читаю вот вот статья вот статья все ночью уходить вставай к стене к щербаты но вы же сами же мы тут причем поэтому я считаю что так и надо и хорошо и аминь как говорится а